Здравствуйте дорогие друзья и гости канала с подоконника на грядку. С вами ваша Светлана. Друзья, каждый год по весне я стараюсь подкормить свой плодовый сад. Вношу азот, содержащий удобрения. У меня в данный момент азофоска. Это вообще такое классное удобрение. Здесь и азот, и фосфор, и калий в одинаковой пропорции. Азофоска является одним из наиболее популярных удобрений. Он содержит в составе не только азот, фосфор и калий, но также марганецин, бор, медь, кобальт. То есть компоненты, еще добавочно входящие в состав этой смеси, необходимые нашим плодовым деревьям. Ну, как бы и не только плодовым, можно и овощи поливать раствором этого удобрения. То есть это вообще классная вещь такая. Я всегда покупаю вот такую вот пачечку, один килограмм. И то есть в течение всего сезона можно добавочно где-то что-то поливать, удобрять. Прекрасно хватает на весь мой сад. В общем, на каждое растение я беру по одному или два спичечных коробка. Предварительно вот, допустим, вокруг груши я вскапываю весь приствольный круг. И по проекции кроны. Крона уже, видите, какая довольно-таки большая. Ветки размашистые по полтора метра в этом году. В общем, перекопку нужно будет сделать прямо вот до окончания веток. И вносить уже непосредственно вот это удобрение. Я насыпаю удобрение в спичечный коробочек. Здесь как раз 50 грамм. И вот на эту грушу я применю два таких спичечных коробка. Прямо под перекопку буду вносить сейчас это удобрение. Вот посмотрите, друзья, сейчас я этот коробок рассыплю прямо вот так вот по этой небольшой траншейке. Аккуратненько. Стараюсь, конечно, равномерно рассыпать. Вот один коробок. И на другой стороне таким же образом второй коробок внесу. Потом нужно будет обязательно все закопать. Прямо засыпаем. Прямо засыпаем. Потому что не дай мне такой обидеть. Не интересуется всякой такой вот мелочи. Прямо под землю глубоко. Можно даже притоптать. Аккуратно, аккуратно. Мне сейчас просто немножко неудобно и снимать, и закапывать. Но я думаю, у меня получилось. Вот таким образом. Очень хорошо, если пройдет сразу дождь, размочит это удобрение, и оно будет работать уже в полную меру. Наша крошка в этом году поднялась. Каждый год я ее обрезаю, конечно, стараюсь правильно. Не знаю, что из этого получается. В итоге, конечно, она начала все-таки давать плоды. Вот видите, формируются цветочные почки. И это хорошо. Также я поступаю таким же образом. Удобряю и яблони. Приствольные круги. И таким же образом перекопаю полностью. И по проекции кроны внесу азофоску. Вот, друзья, такая вот у меня сегодня работа. Хотела я побелить также еще деревья. Но немножко, конечно, ветрено. Я думаю, будет разбрызгиваться побелка. Скорее всего, буду заниматься этим завтра. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Кому моя информация понравилась, ставьте, пожалуйста, лайк. Добавляйтесь в друзья. Буду всем вам рада. Всем пока-пока.